Всем привет, меня зовут Роман и это мой канал о хоккее. Дорогие друзья, все чаще появляется информация о том, что регулярный чемпионат сезона 2021-2022 не будет доигран вообще, от слова совсем, и команды сразу же после олимпийской паузы начнут розыгрыш плей-офф, начнут розыгрыш Кубка Гагарина. Поговаривают, что за этим решением стоит ЦСКА. Да, вероятно, президент московского клуба Игорь Ясмантович является главным лоббистом этого решения, потому что до этого, по крайней мере, мелькали варианты с тем, что будет плей-ин для команд, которые борются за восьмое место. Поговаривали, что будет в каком-то формате доигрываться регулярный чемпионат, но все идет к тому, что регулярка заканчивается и сразу же начинается плей-офф. И, пользуясь случаем, хочу еще раз прорекламировать ребят из компании Панини, которые сделали замечательный журнал 14-го сезона континентальной хоккейной лиги, который вы можете заказать с помощью моего промокода со скидкой 10%. Промокод Романс Хоккея. Поэтому сегодняшний выпуск, ребят, я хочу посвятить тому, какие будут расклады в плей-офф, кто будет играть с кем в первом раунде, если все-таки это решение будет принято. Я считаю, что это интересно. Интересно будет и то, что вы по этому поводу будете думать, кто там кого пройдет, кто выиграет. Давайте начнем с западной конференции. СКА будет играть против Динамо Минск, Динамо Москва будет играть против Локомотива, Йокерет будет встречаться со Спартаком, а уже ЦСКА будет играть с Северсталью, с командой открытием этого сезона. СКА Динамо Минск уже играли в прошлом году в плей-офф, и я думаю, что в этом году результат, наверное, сильно не поменяется. Единственное, что Минск в этом сезоне выглядит вроде помощнее, поэтому думаю, что, может быть, смогут зацепить чуть больше матчей. Ну, а так, конечно, Питер выглядит явным фаворитом. Вторая пара на Западе, на мой взгляд, будет самой интересной, потому что там встречаются команды, которые до начала сезона были одними из претендентов, по крайней мере, на то, чтобы далеко зайти в плей-офф, а тут они уже встречаются в первом раунде. Динамо Москва, в принципе, хорошо провели регулярно чемпионат, за исключением одного небольшого спада, который совпал по времени с тем, что происходили всякие слухи вокруг Динамо, что там не платят деньги, что будут менять Шипачева, Войнова, и сейчас они располагаются на вполне заслуженном втором месте, а вот Локомотив, который рассматривали как команду одного из главных претендентов на Кубок, и многие эксперты называли эту команду явным, как это модно говорить, контендером, все-таки на протяжении всего регулярного чемпионата имело серьезные проблемы. Это было и когда у руля команды был Андрей Скобелко, и даже после того, как на пост взошел Игорь Никитин. Если говорить про расклады, мне, конечно, очень нравится Динамо, мне нравится Кудашов, который, скорее всего, сейчас даже будет главным тренером сборной вместо Жамнова. Но почему-то мое чутье подсказывает мне, что Локомотив сможет это Динамо выиграть. Все-таки там очень опытный состав, опытный тренерский штаб, который именно в таких матчах умеет застегиваться на все пуговицы, и, наверное, они вот этот Динамо смогут измучить, вымучить эту победу, поэтому я вот в этой паре, к своему удивлению, ставлю на команду, которая занимает седьмое место, а именно на Локомотив. Будет интересно, что вы думаете про эту пару, и согласны ли вы с моим мнением о том, что это будет самое интересное. Встреча соперников на этом этапе, по крайней мере на Западе. Следующая пара у нас Йокерит-Спартак. Йокерит – это команда, которая год за годом демонстрирует очень интересный хоккей, очень быстрый, там есть интересные игроки, но из года в год в плей-офф у них что-то не ладится. В частности, это происходит из-за того, что там есть какие-то политические вещи, то Йокериту запрещают играть дома, то еще что-то происходит. И, наверное, мне бы не хотелось, чтобы Йокерит заходил далеко, чтобы не было опять всех этих скандальных историй, поэтому пусть выиграет Спартак. Хотя, конечно, я думаю, что если у Йокерита после Олимпиады все будут в полном порядке, то, скорее всего, именно финская команда сможет пройти дальше. Ну и заключительная пара – это ЦСКА «Северсталь». Кто бы мог подумать, что некогда команда, которая в последние годы всегда выигрывала регулярку, армейцы Москвы, окажутся на четвертом месте. Но еще более удивительно то, что Череповецкая «Северсталь» с очень скромным бюджетом занимает пятую строчку и является главным открытием этого сезона. Точно так же, как, наверное, можно оценить и их главного тренера, Андрея Разина. И, конечно, ЦСКА все равно фаворит, но, на мой взгляд, в этом сезоне у «Северстали» действительно будут шансы попытаться побороться. И было бы здорово, если бы там было все семь матчей и пусть в седьмом матче выиграет «Северсталь». Но, опять же, пишите, что вы думаете по каждой паре. Будем обсуждать. По крайней мере, сейчас свободного времени много, хоккея мало, поэтому будет время порассуждать. Давайте тихонечко переходим к «Востоку». Там, на мой взгляд, тоже есть одна пара, которая выглядит особняком. Первое место на данный момент у «Трактора». «Трактор» будет играть с «Борисом», судя по всему. Второе место у «Магнитки». Она будет играть с «Нефтехимиком». Третье место у «Акбарса». Они будут играть с «Сибирью». И Салават Юлаев будет играть с «Авангардом». Я не знаю, какой именно отрезок возьмут в КХЛ. Говорили, что это будет 45 матчей. То есть, нужно, чтобы каждая команда, наверное, взять какой-то такой отрезок, в котором они сыграли одинаковое количество матчей. Потому что даже сейчас там есть определенный разброс. И давайте пока не будем об этом рассуждать. Вот представим, что как есть, так и есть. А там уже дальше будем разбираться. Потому что до плей-офф, как минимум, еще месяца полтора, а то и два. Что по востоку? Трактор «Борис». Борис, наверное, сможет попить кровушку. Но трактор в этом сезоне выглядит хорошо. Поэтому не сомневаюсь в том, что они пройдут дальше. Магнитка «Нефтехимик». Ну, то же самое. «Нефтехимик» очень хорошо выглядит. Леонтьев проделал огромную работу. И его парни реально в этом сезоне большие молодцы. Но не думаю, что этого хватит для того, чтобы пройти во второй раунд. Тем более, выиграть у такой магнитки, которая в этом сезоне тоже играет здорово. «Акбарс» Сибирь. Может быть, это не «Акбарс», а кто-то другой из верхней части. Может быть, с Сибирью были проблемы. Но мне кажется, что «Квартальнов» просто переработает новосибирцев. И здесь у «Акбарса» никаких проблем не будет. Ну и, наверное, самая интересная пара для меня во всем первом раунде. Даже интереснее, чем «Динамо» «Локомотив». Это, конечно, Салават Юлаев «Авангард». Чемпион прошлого года. Действующий чемпион. Действующий обладатель Кубка Гагарина против Салавата Юлаева. Это будет третья их встреча в плей-офф за 4 года. В двух из них победу одерживали Амичи. И однажды Салават Юлаев выиграл. Но тот сезон был остановлен. В общем-то, не знаю, что сказать по этой паре. Все зависит от того, в каком состоянии будут лидеры. Потому что и у «Авангарда» есть люди, которые поедут, скорее всего, на Олимпиаду. И у Салавата Юлаева тоже. Особенно это касается легионерской тройки. Но если представить, что все будут в форме, то, конечно, будет очень интересная борьба. И даже тоже вратарское противостояние Мецела, которое в этом сезоне находится на втором месте по многим статистическим показателям у вратарей против Грубеца, который в прошлом сезоне стал неотъемлемой частью победы. В общем, я думаю, это будет сумасшедшая пара, сумасшедший раунд. И классное противостояние, которое я, конечно, постараюсь осветить по самому-самому максимуму. Вместе с вами мы будем обязательно за этим следить. Если у нас получится, если будут в разные дни играть «Локомотив Динамо», «Салават», «Авангард», то мы попробуем с Настей найти в себе силы, чтобы каждый день вас радовать обзорами. Но, правда, тут есть нюанс. Если в прошлом году игры шли строго через день, то я так понимаю, что в этом сезоне, если плей-офф примут таким, каким мы его сегодня с вами обсуждаем, то будут игры каждый день, и потом будет перерыв, если я правильно понял. Но, опять же, все это пока вилами по воде писано, поэтому это такой взгляд в далекое будущее, в то, что может быть. И мне кажется, это будущее в любом случае будет интересным. Конечно, жаль, отдельно, наверное, надо сказать про торпеда Нижний Новгород, которые в этом сезоне тоже неплохо действовали периодически, но им не хватило очков для того, чтобы залезть в восьмерку. И я не думаю, что если бы чемпионат продолжился, они бы обязательно смогли это сделать. Других кандидатов на Западе я не вижу. Что касается Востока, то здесь, наверное, можно говорить о двух командах, хотя Амур тоже можно брать только с большой натяжкой, потому что они уже сыграли гораздо больше матчей, и они уже отстают от Бориса. Ну, а автомобилист, у которого есть матчи в запасе, конечно, винить может только самих себя, особенно свое руководство, которое почему-то верили в Питерса до самого последнего момента. Если бы они сделали эти перестановки раньше, то, может быть, у Заварухина было бы больше времени на то, чтобы исправить ситуацию. В любом случае, коронавирус диктует свои правила, и явно не лига виновата в том, что у автомобилиста на текущий момент не хватает очков, чтобы со своим бюджетом находиться в кубковой восьмерке. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вы думаете по поводу решения континентальной хоккейной лиги, о том, чтобы закончить регулярный чемпионат. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу каждой пары. Просто делите своим мнением. В общем, давайте будем общаться. Сделаем много комментариев, чтобы ролик прошел вперед. Ну, и самое главное, в конце поставьте лайк, и не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго!